С первого дня октября в России стартовал очередной осенний призыв. Сегодня в ряды российской армии и Читы уже вступили более 200 человек. В целом молодые люди активно приходят в призывные пункты. Врачи отметили, по пяти категориям годности от А до Д на сегодняшний день лидирует Б, годен к военной службе с незначительными ограничениями. Потерять категорию А, а значит и шанс служить в элитных войсках, можно и при низком зрении. У нынешних призывников такая тенденция наблюдается. Ребята много занимаются с компьютером, сами это отмечают и отмечают снижение страты зрения. Это видно и по делам, и по первоначальным постановкам на учет. Это все документировано. Но в то же время они хотят служить, много ребят занимаются, делают какие-то специальные упражнения. Среди уклонистов, а их более 300, есть и те, кому исполнилось 27. Можно уходить в запас. Однако посетить призывной пункт необходимо. Есть шанс получить в военном билете губительные отметки. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал Александр Серегин, начальник отделения военного комиссариата Забайкальского края в Чите. Если данный гражданин получил такой военный билет, он имеет согласно закону ограничения. Данные граждане не имеют права поступать на государственную службу, на муниципальную службу и в силовые структуры. В нынешней кампании нововведений немного. Если у призывника есть высшее образование, то он может служить год по призыву или два по контракту. Также в этом году призывник может проходить службу вместе со своей собакой. Необходимо предоставить перечень определенных документов. Однако за время весеннего и начала осеннего призывов в Чите таких желающих не оказалось.